здравствуйте дорогие подписчики я решил создать новую рубрику и снять видео прогноз на 2018 год по ведической нумерологии потому что не только астрология может предсказывать но и с помощью нумерологии тоже можно определить тенденцию года что будет происходить в следующем году 2018 для каждого человека отдельно то есть какая планета будет управлять этим годом потому что каждая цифра соответствует одной из планет и мы сейчас с вами поговорим какие планеты будут правителями вашего 2018 года конкретно для того чтобы высчитать правителя вам нужно сложить месяц и дату точнее месяц и число своего рождения к примеру если вы родились 11 января то это нужно будет 11 сложить 1 плюс 1 и плюс 1 11 января будет 3 если вы родились 26 сентября то мы складываем 2 и 6 это будет 8 плюс 9 это будет 17 потом 17 складываем 1 плюс 7 будет 8 и если вы допустим родились скажем 26 мая то 2 и 6 это будет у нас 8 плюс 5 это будет 13 и 3 плюс 1 будет 4 то есть это четверка получается когда вы сложили вот эту цифру она называется число дармы а то есть число цифра которая в конце концов является цифрой того как вы должны в жизни себя реализовать через какую энергию вы должны идти в этом мире но это уже из курса нумерологии не буду вас перенапрягать дальше нам нужно высчитать какой цифрой будет править ваш год для этого нужно взять год наш текущий на год 2018 2 0 1 8 все эти цифры сложить и получится 2 потому что если мы сложим 2 плюс 1 будет 3 плюс 8 будет 3 плюс 8 будет 11 11 это 1 плюс 1 будет 2 двоечка правит годом новым новым годом который будет 2018 будет править двоечка о чем это говорит о том что будет энергия луны влиять на общий год но тем не менее у каждого естественно свой год поэтому мы не будем сейчас говорить о том что это может значить в глобальном плане сейчас мы говорим для каждого вот то число дармы которое у вас получилось нужно к нему прибавить двоечку то есть число текущего года и то что получится будет цифрой которая соответствует вашему конкретному управителю года 2018 года для вашей собственной личности и благодаря этому можно будет понять какая какие тенденции будут преследовать какие планеты будут управлять вашим 2018 годами какие тенденции могут в жизни произойти в этом году конечно же есть еще цифры месяца там много разных факторов но общая тенденция и что-то важное произойдет вашей жизни обязательно по той планете которая правит текущим годом в данном случае мы будем говорить о 2018 годе итак давайте теперь поговорим о том по очереди по каждой цифре что ожидать для каждой цифры следующего года еще раз приведу небольшой пример если вы родились к примеру 14 апреля это мы прессуем 1 плюс 4 это будет 5 и плюс 4 апрель четверка будет 9 и это девяточка мы к ней плюсуем число года число года у 2018 года значит 9 плюс 2 будет 11 и 1 плюс 1 будет 2 то есть для тех кто родился 14 апреля год 2018 будет находиться под управлением луны то есть числа 2 сейчас мы поговорим про каждую цифру что это будет значить и какие события стоит ожидать и прежде чем перейти к разбору цифр хочу сказать что очень важно чтобы цифра которая получилась она была дружественна с той цифрой которая соответствует дню вашего рождения то есть день рождения то если 28 число это единица потому что 2 плюс 8 будет 10 1 плюс 0 будет 1 если это 29 это двойка если это 14 это пятерка если это 17 это восьмерка то есть мы плюсуем как бы складываем до простого числа вот эта цифра которая получилась по году текущему она должна соответствовать цифре вашего дня рождения тогда год будет более благоприятен и даже если я буду говорить какие-то неприятные вещи то если цифры будут дружественные то вас будет хорошо какие цифры дружественные между собой я скажу в конце видео когда пройдусь по всем цифрам дорогие слушатели для тех кто хочет познать себя окружающий мир свои отношения с окружающими нам законы вселенной и целом развиваться по жизни создал уникальный бесплатный проект который будет длиться несколько лет я думаю в котором мы будем рассматривать все аспекты нашей жизни через признак ведической астрологии и ведической философии культуры в целом этот проект уникален потому что он будет давать возможность вам понять законы окружающего мира сделать свою жизнь по-настоящему счастливой или как минимум повысить уровень жизни для того чтобы зарегистрироваться на данный проект совершенно бесплатно вы должны быть здесь на этой странице которого ссылочку на которую вы найдете под этим видео видите имя электронную почту зарегистрируйтесь и вы сможете получить бесконечное множество очень полезной информации для развития вашей жизни итак начнем с единицы единицы находятся под управлением солнца и солнце это звезда это самое большое такое тело в этой вселенной которая отвечает за некоторые очень важные моменты и в этом году для людей заканчивается тех у кого единицы это значит что закончился девятилетний цикл у вас и начинается какой-то новый виток жизни то есть начинается что-то сначала единицы это начало чего-то нового это начало каких-то новых глобальных событий вашей жизни что-то будет очень интересное новое для вас также солнце является показателем от макарок и от макарка значит показатель развития души поэтому духовное какое-то развитие может быть для вас актуально и также рост личности в целом также солнце отвечает за рост в карьере за какой-то успех в жизни поэтому этот год может быть хорошим для каких-то бизнеса для какой-то карьеры для достижения кого-то положения в обществе также солнце может означать что будут какие-то ситуации с отцом могут быть либо конфликтные либо наоборот какие-то в отношении с отцом очень важно поддерживать какую-то связь правильную но что если не будет то солнце этот год не будет вас поддерживать и вас могут быть сложности поэтому как одна из упа и то есть одна из методов гармонизации этого года текущего года вам нужно выражать почтение отцу какую-то связь с ним держать или пройти психологические практики которые избавляют от обид если они у вас есть по отношению к отцу также единицы это эгоизм поэтому этот год будет испытывать вас на прочность точнее не вас ваш эгоизм то насколько вы эгоистичный насколько вы не любите окружающих людей или пытайтесь эксплуатировать их и от этого будет зависеть исход вашей жизни поэтому старайтесь не проявлять эгоизма по отношению к другим людям и тогда все будет более-менее стабильно самые важные методы гармонизации этого года это соблюдение режима дня потому что солнце отвечает за режим и вместе с солнцем подниматься и ложиться не поздно это будет самым лучшим способом гармонизировать потом как я уже говорил отношения с отцом налаживать и простроить свою жизнь в плане карьерного развития пропланировать то есть создать определенный ритм жизни и пропланировать те действия которые вы хотите совершить это основные моменты которые будут способствовать развитию правильному развитию вашего года двойка двойка это луна луна это взаимоотношение это эмоции это чувство поэтому этот год будет может быть более чувствительным вам может быть более ощущать более тонко ощущать какие-то события вашей жизни и это может создавать такой психологический дисбаланс поэтому очень важно в этот год придерживаться какой-то практике каждый день уделять внимание каким-то медитациями или какой-то философским размышлением которые помогут держать ум в правильном настроении так как луна отвечает за ум и если мы будем беспокоиться то это будет вызывать дисбаланс нашей жизни что хорошо это период отношений потому что единицы это больше направленность на карьеру а двойка это период отношений когда очень важны будут отношения если в этот год вы не будете правильно строить отношения или разрушите какие-то отношения то вы можете испытать какое-то неудовлетворение но вообще этот год должен давать вам отношения и в них вы будете получать черпать какое-то счастье также это год луна это такой баланс какой-то жизненный если она в дружественное это число с вашим числом рождения то этот год будет для вас очень благоприятным таким плодородным хорошим в плане того что луна она как бы планета которая взращивает она взращивает все то есть благодаря солнце лунным лучам растут растения поэтому весь этот год будет таким плодородным для вас и еще очень важный момент что луна она отвечает за некую переменчивость сознания то есть могут быть резкие перемены настроения и плюс луна связана с нерешительностью поэтому в этом году ваша судьба может испытывать вас таким образом ставить перед вами выбор который вам очень сложно сделать то есть вам будете колебаться и вам сложно будет принять решение в какую же сторону пойти влево или направо поэтому вам нужно набраться решительности развивать свой разум заниматься медитациями которые будут успокаивать ум потому что мы не можем зачастую принять решение именно из-за беспокойства в уме и луна еще связана с матерью также как солнце с отцом так у нас матерью поэтому либо практики по отношению к матери должны быть сделаны чтобы не было никаких обид и негативных отношений либо же просто поддерживать правильные отношения с матерью это будет поддерживать весь год и любые практики которые могут очищать ум например повторение мантр потому что слово мантра это монастрия те санскрита переводится как очищение ума повторение мантр может очень сильно способствовать хорошему течение этого года потому что он будет стабилизировать ум вот тройка тех у кого тройка это год будет очень хорошим годом потому что считается что тройка это самый лучший год причем потому что ум управляет юпитер юпитер это планета изобилия планета благополучия планета нравственности планета удачи то есть все самое хорошее в жизнь человека приходит когда у него год тройка но очень важно чтобы эта тройка дружила с вашим числом рождения о том кто с кем дружит в конце видео посмотрите значит что какие будут тенденции этого года в целом год если у вас например на какие-то последнее время какие-то сложности то этот год он должен стабилизировать ситуацию и какое-то вот благополучие увеличивать в жизни также могут быть какие-то необдуманные расходы то есть этот год нужно взвешивать траты денег потому что юпитер может давать в сознании делать такое ощущение что у вас все классно есть много денег и вы можете делать траты какие-то необдуманные которые будут подрывать ваш потенциал финансовый и создавать проблемы поэтому очень важно следить за деньгами так как юпитер деньгами также связан также юпитер это планета детей поэтому кого-то могут родиться дети ну хотя это как бы не глобально такой не всех как внутри родятся дети но тем не менее это тоже один из важных факторов то есть в общем год будет более благополучным также этот год хороший для свадьбы для бракосочетания очень хороший для отношений для каких-то партнерских отношений и этот год будет стабильным если человек придерживаться моральных и нравственных принципов изучает какие-то писания священные потому что юпитер это гуру это наставник это планета отвечающая за мудрость и набираясь мудрости посвящая образование этот год особенно образование в области там законов вселенной или духовных направлениях вы сможете стабилизировать год таким образом как нужно и вашей жизни все будет так как как вы хотите и так самые важные техники которые помогут стабилизировать год как я уже сказал это у нас будет внимательное отношение к деньгам это благотворительность очень важно для юпитера это изучение мудрости священных писаний и это занятие какой-то религиозной деятельности что юпитер это очень любит 4 для четверок этот год точнее для четверок для тех у кого число 4 будет управителем года этот год будет особенным 4 это раху планета раху это точнее теневой узел мы называем его теневой планетой она отвечает за правда карму за какую-то карму которая вот какое-то важное событие в жизни как бы когда у нас жизнь течет каким-то чередом все идет своим чередом то в период когда четверка если этот год может произойти что-то что вот глобально поменяет вашу жизнь это может быть либо трансформации рост личности либо трансформации полностью падение какое-то либо просто трансформация которая потом поможет поддерживать уровень жизни человеку но как правило если человек живет обычной жизни не задумываясь о смысле жизни не уделяя внимание своей судьбе там не очищая никак себя просто живет от завод дом завод дома то этот период он может его тряхануть конкретно так а могут быть какие-то сильные желания которым будет пытаться реализовать но 4 это невозможно то есть выбирают четверка это рах ура ху нету тела у него есть только голова то есть желание если возможно есть развиваете тех нетham поэтому в этот год может быть много желаний которая не возможно будет резать из-за этого проблемы в жизни и какие-то резкие перемены могут быть самый лучший способ этот год поддерживать в правильном ключе и сделать его хорошим ростом, как я уже говорил, что могут быть трансформации, которые создадут рост в жизни. Самое лучшее это следование какой-то духовной традиции, потому что именно духовная практика она стабилизирует наше сознание и помогает нам выйти за рамки судьбы. Или медитации, какие-то такие эзотерические направления, потому что Раху именно с этим связан. Также контроль желаний, контроль чувств и стабильность в жизни. То есть этот год нужно правильно пропланировать, потому что если плана не будет, потому что план это агома карма, это определенное действие. Если плана в жизни нету, то четверочка она будет создавать в вашей жизни хаос и этот год будет таким вот как взлеты и падения постоянно. Поэтому будьте внимательны, вот этому следуйте и тогда год пройдет очень продуктивно и если вы будете практично подходить ко всему и последовательно в этот год, то он поможет вам совершить какой-то глобальный рост. Пятерка. Для тех, у кого пятерка, можете аплодисменты себе сделать, порадоваться, потому что пятерка это очень хороший год, который год образования в целом, год свободы, потому что пятерка такая вот чувство свободы, чувство радости какой-то. Это Меркурий, планета Меркурий будет повелителем вашего года. И Меркурий это очень хорошая планета, потому что она дает нам разум и дает нам понимание, как выйти из той или иной ситуации. И плюс к тому же это планета интеллекта, поэтому этот год, когда у вас будет желание чему-то учиться, какое-то образование пройти, что ли. И кроме того, что у вас захочется учиться, вы сможете также, например, если у вас какие-то есть сложности после четверки, то есть предыдущий год, это год четверки, когда могут быть глобальные изменения в жизни. То пятерка это тогда, когда у вас придет разум, придет понимание, как выйти из той или иной ситуации и сделать свою жизнь лучше. Самый лучший способ, в принципе, год должен быть неплохой, но самый лучший способ сделать его еще лучше, это если вы будете уделять внимание образованию, то есть проходить что-то важное для жизни. Образование не значит математику учить или какие-то бессмысленные какие-то науки, которые преподают в школах или университетах. Образование это тогда, когда вы конкретно уделяете время тому, чтобы изучить те дисциплины или науки, которые помогут вам в жизни. Помогут в жизни стать либо более квалифицированным, либо более счастливым, либо более разумным, либо более смышленным, ну и так далее. Шесть. Шестерочки. Шестерочка это Венера. И для шестерка, для шестерок это Вперед наслаждений. Радуйтесь. Единственное, что наслаждений может быть очень много или их не так много, но будет очень много хотеться наслаждений. Это может создавать дисбаланс в вашей жизни. Поэтому смотрите за тем, чтобы вы не пренебрегали своим долгом ради желаний. В ведической традиции есть такие понятия, как шрейс и прейс. Это приходящее счастье, которое мы можем сразу получить какое-то удовольствие наслаждение. Есть какое-то глобальное высшее благо, к которому нужно идти длительное время. И именно когда будет период шестерки, нужно учиться контролировать свои чувства. Очень важно контролировать свои чувства во имя высшего блага. Если вы будете пренебрегать временными удовольствиями, понимая, что они могут меня отдалить от чего-то глобального, например, очень хорошо составить план на 2018 год, чтобы к концу 2018 года вы чего-то реализовали. Если у вас шестерочка, то вы сможете этого достичь. Но на протяжении года будет очень много соблазнов, которые будут вас стягивать, оттягивать от высшей цели. И вот нужно контролировать свои чувства. Это самое важное. Также это время отношений очень хорошо для романтики, свадеб. И в целом этот период будет давать такие возможности. И очень-очень хороший период для творческого развития, развития искусств. И вот все это Венера, красота для наведения красоты, для, может быть, красоты внешней и в доме. Все, что вас окружает, сделать красивым. Вот. Поэтому уделяйте это внимание. Самое важное для шестерок – это контролировать чувства, чтобы чувства ваши не создавали препятствия ваших желаний, не создавали препятствия в достижении вашей высшей цели. А так год будет очень хорошим, очень привлекательным, красивым, нежным. В общем, все будет классно. Семь. Семерочки тут вот нужно после шестерки, после того, как все отдохнули, начинаются суровые будни. Семерка – это кету. Кету – это такое вот тело без головы. Тело без головы – это значит, что можем что-то делать, но вот не будет головы, не будет понимания, зачем я что-то делаю. То есть кету – это подобно четверке, когда в жизни происходят какие-то могут прорабдокарма. Вот это что такое глобальные перемены могут происходить в жизни. Также семерка говорит, что она отвечает за кундалини. Это энергия, сексуальная энергия, которая рождает новую жизнь в этом мире. Это огромный потенциал. И у тех, у кого семерка, у вас могут быть сильные желания в отношении сексуальных наслаждений. Или может быть не сильные желания, но проблемы какие-то в жизни могут возникать, если вы не будете контролировать сексуальную энергию в этот период времени. Также могут открыться какие-то тонкие чувства, интуиция, какие-то ощущения. Потому что кету – это тонкий мир. Это такой вот, знаете, когда головы нет, то чем он, человек, может чувствовать? Он может только видеть тонкий мир. Потому что физически глаз нет, рта физического нет, ушей. То есть есть только тонкое тело. Поэтому это что такое эзотерическое? Этот год либо он совершит конкретную трансформацию вашей жизни для дальнейшего роста, либо совершит какую-то конкретную трансформацию и разрушит вашу жизнь. В зависимости от того, как вы ведете себя, на основе чего вы строите свою жизнь. Для того, чтобы этот год был стабильным, очень хорошо посвятить время занятиям йогой, изучением священных писаний каких-то, изучением жизни святых людей. То есть тут нужно погрузиться конкретно в духовную практику. Потому что если этого не будет, то год может быть нестабильным подобно четверке. Но в четверке там больше контроль чувств важен, а здесь важно именно погружение в себя. Изучение самого себя скажем так. Но год перемен. Значит однозначно это год перемен. Говорится, что если человек заводит отношения в этот год, они могут в конце концов привести его к каким-то негативным исходу. Поэтому в этот год нужно быть очень внимательным. Если вы заводите отношения, они могут вас трансформировать. Но если вы правильно пройдете уроки, которые перед вами поставят планета Кету, то вы сможете дальше быть счастливым однозначно. Восемь. Восьмерочки – это Шани, то есть Сатурн. Это время, когда судьба будет воздавать вам плоды вашей деятельности. В зависимости от того, насколько вы праведную жизнь ведете, живете правильно, помогаете другим или же эксплуатируете окружающий мир, материтесь, врете. От этого будет зависеть исход этого года. Но Сатурн – это труд. Поэтому для восьмерочек это очень хороший период для того, чтобы трудиться. Очень хорошо для достижения каких-то в работе, если нужны достижения. Если просто вы работаете где-то на кого-то, то в целом просто внимательно выполняете свой труд, вы внимательно выполняете свою работу. Может быть, работы больше стать. То есть как-то вот вас могут… Сатурн может на вас навешать много очень обязанностей. Но если вы сами на себя вешаете сложности, например, вы встаете рано утром – это сложно, делаете зарядку – это сложно, уделяете внимание своему развитию, читаете книги, мантры, повторяете. То есть саморазвитием занимайтесь, что в принципе сложно. Это тоже определенная эскиза. Паститесь по субботам, к примеру. Тоже как очень хороший способ контролировать энергию год под влиянием восьмерки. Паститься по субботам. Вот ничего не есть просто в субботу или только на воде, только пить в субботу или там один день, один раз в день кушать по субботам. Это будет контролировать эту энергию и помогать вам сделать этот год стабильным. Потому что Сатурн – это год стабильности, но он как бы дает нам, отдает плоды наших действий. Поэтому если вы жили хорошую жизнь, то вам воздастся и вы будете процветать в этот год. Если не очень хорошую жизнь жили, то этот год может быть для вас таким напряженным, когда нужно будет потрудиться, отработать какой-то негативный потенциал. Так что будьте готовы. И если вы осознаете, что все-таки не все было хорошо в вашей жизни до этого, то вам нужно будет поднапрячься и трудиться, работать над собой, над своим сознанием, больше трудиться в целом физически и также хотя бы по субботам пост держать. Девятки. Последние девятки. Девятка – это заключение девятилетнего цикла. Девятка – это Марс, это источник энергии. Поэтому обычно девятка, девятый год – это тогда, когда что-то может подходить к концу. Период глобальный такой девятилетний. И могут какие-то такие активные события происходить. То есть активный год такой, что на санскрите называется «Шакти». Шакти обычно в ведические последователи ведической культуры называют «Шактичный год». То есть такой год, когда будет много энергии и иногда может непонятно будет, куда ее девать. Может агрессия проявляться, может быть предрасположенность к авариям, к каким-то гневу, к каким-то агрессивным ожогам, порезам. Будьте внимательны в этот год, чтобы он плавно у вас прошел, гладко. Вам нужно будет контролировать его энергию посредством как? Заниматься спортом. Марс любит занятия спортом. Помогать другим людям контролировать их жизнь, чтобы фактически какую-то любую помощь оказывать для других людей. И этот год много будет энергии для достижений. То есть очень хорошо в этот год спланировать, скажем, жизнь на ближайшие девять лет, следующий период. Что-то у вас может закончиться, потому что начнется что-то новое. То есть будет заключение девятилетнего цикла, начнется что-то новое в жизни. Поэтому в этот год либо что-то закончится вот так вот, либо это может быть не обязательно внешние окончания. Это может быть просто внутри вы почувствуете, что как бы пора жить по-новому. Это как раз время, когда можно начать жить по-новому, довести какие-то дела до конца и начать жить по-новому. То есть много энергии. Очень хорошо этот год контролируется именно контролем гнева, каких-то негативных эмоций, вожделения и также контролем в целом своей жизни. Очень важно планировать, потому что Марс будет давать много энергии. Из-за этого может бросать вот так в разные стороны. То есть какой-то очень активный год, много перемен, каких-то движений, поездок или чего-то такого. И его нужно будет контролировать этот год. Но если вы правильно возьмете эту энергию, которую Марс будет давать и направить ее в достижение цели, то год пройдет очень продуктивно и будет давать вам возможности. Вы достигнете каких-то целей и как бы начнется новый виток жизни следующего года. Вот такие вот дела. Если вам это было полезно, то обязательно напишите под этим видео. Мы будем может быть по месяцам снимать какие-то иногда, чтобы было более понятно, чего ожидать от нового месяца. И теперь мы поговорим о том, какие дружественны между собой цифры. Смотрите. Между собой, как правило, то есть там есть много нюансов. Я расскажу такие вот глобальные правила. Единица, двойка, тройка и 1, 2, 3 и 9. 1, 2, 3, 9. Вот эти четыре цифры, они между собой, как правило, дружественны. А остальные цифры 4, 5, 6, 7 и 8. 4, 5, 6, 7 и 8. То есть все просто. Они между собой тоже дружественны. Поэтому если ваш год текущий не соответствует вашему дню рождению, то есть у вас год, допустим, 3, а год рождения 4, то есть день рождения 4, а у вас текущий год 3, то это может быть дисбаланс. И не все будет так сладко, как я рассказывал, да, по тройке. Но если у вас, допустим, день рождения 3 и год идет 3, это говорит о том, что год будет прекрасным. То есть вот посмотрите то, насколько дружественны между собой цифры. И опять же, друзья между собой 1, 2, 3, 9. И другие, другая группа друзей это 4, 5, 6, 7, 8. И получается, что одна группа не дружит с другой. Все. Все очень просто. Вот. Если вам было полезно, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, будьте счастливы и до встречи в новом году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова